здравствуйте друзья добрый день суббота сегодня а мы со светланой светочка поприветствую наших зрителей суббота день прекрасный у нас наполовину пасмурно наполовину солнечно ночи тепло я вот на самом деле что-то утеплился на рубашку так одел ну мы гулять пойдем вечером да так светочка я вчера во время прямого эфира забросил удочку и говорю вот светлана хочет нет я я только забросил и говорю светлана хотела бы делать такие женские прямые трансляции и встречи на было тепло я чувствую что многие мужчины там сидели нет нет у нас у нас женщины есть очень хорошие да вот прямо вот хочется всех женщин которые у нас там сидят всех позвать с нами в барселону на идее диетический вот этот симпозиум но это не симпозиум я не каким русским словом сказать это тренинг вот по-английски от пола ретрит это место ретрит это не но не 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 то чтобы прохать окей вот такой психологический там калорийный там по всякому да вот хочется всех позвать с нами тоже но женщина не чувствительны к потере веса ты света чувствительны к потере веса да а тебе а тебе раньше хотелось сбросить вес или ты просто уже как-то эти деваться некуда было бы со мной ушло мне дело не в этом понимаешь как я думаю что каждый человек у которого лишний вес где-то в глубины дни души мечтает его бросить так и даже предпринимает в меру своих возможностей какие-то попытки на эти попытки все безуспешные потому что себя любимого жалко не хочется сильно напрягаться и в общем все это кончается ничем и кроме того вообще без сбрасывать тяжело это и морально тяжело и физически тяжело и эмоционально очень тяжело вот поэтому кто-то в глубине души хочет да но понимаешь что не может и поэтому принимает оборонительную позицию дескать вот я так живу и мне так нравится и так надо сказать что вот мы сейчас со светой в течение четырех дней подряд проходили такой тренинг и там четыре дня подряд по 4 часа 16 часов это клиника доктора гаврилова и вот значит но я вот наслушался там а теперь у света есть аккаунт и у нее есть доступ к какому-то большому количеству семинаров там вебинаров записанных раньше и я сейчас так вроде там своими делами занимаюсь и послушиваю я уже штук пять послушал мама родная все-таки какой там мощнейший психологический аспект то есть вот это вот изменение себя понимаешь так сложно в общем есть люди которые в комплексе на это смотрят и они как бы говорят вот это действительно проблема то сложная особенности диабета особенно если осложнение женщины дорогие женщины чтобы вы понимали мужчины худеют совершенно по-другому они вообще по барабану это все знают . это все знают по барабану что есть и как есть вот есть еда и съели и все и заворачиваться другая чувствительность это правда значит но я просто чему говорю что действительно то очень много психологического и действительно когда ты должен поменять привычки питания ты оказываешься в ситуации не сильно отличающиеся от того в к от той ситуации в которой оказывается курильщик или там алкоголик или человек там с какой-то еще там зависимостью это зависимость я бы даже пищевая зависимость тренинг он поменял мое восприятие вообще процесса похудения и о том что мы всегда говорили вот надо сбросить веса дальше его удержать 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 но так не бывает жизнь она полна и в разных ситуаций многообразных которые не всегда все предсказуемо ты можешь оказаться в каком-то месте где есть такая это нет есть нет другой еды и получается такая история что если отношение будет такой что вот удержать во что бы то ни стал до чеку тебя морить голодом такой ситуации а на самом деле речь идет о том чтобы научиться правильно питаться в любой ситуации это во-первых но самое главное с точки зрения своего отношения и понимания нужно понимать что это процесс вот очень также как диабет вот человек должен все время заниматься тем что он контролирует свой сахар и варьировать вот так вот и еду то что он ест и сколько он есть и похудение то же самое то есть это пожизненная программа где человек потихонечку полигонечку выбирает свой путь и балансирует вот в некотором диапазоне чего-то такого и это очень правильный подход на самом деле то есть но люди без грамотного супервизион хочется сказать без грамотного но руководство руководство да очень трудно самому счету и все это знаю что интересно конечно руководство вот если ты посмотришь на то что доминирует в сети вот человек вот хотел сбросить вес и тут же находится какое-то невероятное количество людей которые такое ощущение всем кто-то деньги платит за то чтобы другим сделать плохо то есть они говорят надо рот там зашить там еще чего-то уже дело не в этом дело в том что это не работает безусловно есть люди допустим достанно 100 человек там есть 5 я вам которые могут когда мне было 20 лет я помню я просто я помню я просто решила вот не буду есть хлебок и сладкое или так и я похудела это был единственный раз моей жизни обходил очень сильно килограмм на 6 наверно и тут же забеременела и все мои попытки они связаны это больше сколько раз пыталась повторить эксперимент ничего не получается почему почему потому что с возраста меняется метаболизм меняется гормональный фон и те фишки которые работают за 20 лет не работает поэтому если вам кто-то скажет нужно зашить рот как человек которому 20 лет который прыгает козочка и какой количество интеллигентов духа вот этих как этот особая духовность присущая нашему отечеству которые говорят боже как вы страшно выглядите вы на 20 лет постарели вы похожи на кощея бессмертного но особая духовность у советских особая она глист глист в скафандре ну что ж ты думаешь вот не то если человек там переходит какие-то рамки конечно не ну я я на самом деле поскольку у меня комплекса никакого нету поэтому поэтому на этой почве то я как бы спокойно отношусь только если уж совсем уже как это скотчка это на самом деле но он на месте правильно худеет у него конечно все будет это сайте все и буду подожди но у меня из того что отвисло там 95 процентов естественным образом уже стянулась я чё там досталось то чуть-чуть даже если бы у меня сейчас вот был тот объем кожи который был до похудения на копья сейчас был поход но просто я вам скажу дорогие женщины по секрету что я тут открываю для себя всякие такие мелочи вот как собственно делать чтобы ничего не описала на я это делаю просто сама а есть такие люди свет вот как некоторые да кое-кого знаю у них вообще кожа такая прошут другие там и так и сяк и все а у них просто кожа такая я ну я не могу тут у пожалуйста свою кожу слава богу но все равно конечно процесс худения да когда уходит этот послойный жир то конечно подкожный жир от кожи конечно становится морщин больше так вот не на право часа отлично вот ну хорошо ты мы начали за здравия по поводу все-таки того что я хотел бы вести прямые трансляции единственно что я не могу у меня нету ресурсов и внутренних и душевных сил делать это так как мишите продолжайте часа я в четыре уже не делал я делаю два два с половиной я не знаю я думаю что нам хватит для начала совсем мало времени вот и посмотрим как это все пойдет объясни мне в чем будет специфика женского такого начала твоей потому что я все вижу по-другому чем ты вот в этом будет специфика женского но я я как бы буду присутствовать рядом на жеста присутствует нет ну ты как хочешь ну поначалу присутствует нам здесь налево я знаю но они еще не проехали а нам не надо вот сюда прям становись судик но но я не хочу нарушать правила вот 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 там дырочка вот там дороге есть место там я встал да я думаю что мы можем например чтобы быть более предметными например на каждую встречу назначать какую-то тему где-то это может быть там опять же здоровый образ жизни где-то это могут быть магниты где-то может быть похудение это может быть наша стройка может кому-то тоже интересно вот и будем немножечко так вот общаться я думаю что это будет полезно всем я лично считаю что тематическая такая встреча она собирает там 10 раз меньше народу ты г-шут мыс будем говорить о стройке на самом деле о стройке даже час ты не сможешь говорить поэтому поэтому придут какие-то люди там 20 человек и все а если бы ты говорила о широком так как у меня есть определенный круг интересов и пределах этого круга я с удовольствием буду общаться если я чего-то не знаю да я просто скажу что я нибудь этого не знаю все кроме того ну как у меня есть а жизнь его тоже жизни а дети мам родители хотеть ну о семье любви вот как сделать чтобы у тебя муж был как вот новый новый доллар как огурец но надо смазывать ладно друзья в общем мы как-то будем объявлять да что у тебя на какое-то число там что-нибудь назначено да я думаю что надо ближе к выходным это делал так чтобы там где-то будет так подожди так а с утра нет ну подожди если у нас утра а то я тогда на работе буду на выходные по выходным ну нам на самом деле нужно это приспособиться как делать друзья давайте мы спросим давайте спросим вы скажите в какое время вам лучше вот выходной день или будни и утром или вечером вечером либо вечером когда дети у них спят да знаешь просто женщины такой народ они пока детей спать не положат они не могут свободно расслабиться и получить массу удовольствия или внуков ладно хорошо друзья мы с вами прощаемся ненадолго